Ну а мы продолжаем наше доброе утро. Весна вступила в свои права, но холода пока еще не думает отступать. Перед тем, как распланировать свой день, предлагаю вашему вниманию прогноз погоды. Ветер северо-западный 6,11 метров в секунду. Температура воздуха ночью до минус 8, днем 3-5 градусов тепла. Ночью и утром на дорогах гололедится. В каких домах невозможно жить? Представители Народного фронта в Карачево-Черкесии осмотрели несколько многоэтажек Черкеска, где собственники жаловались на плохую работу обслуживающих организаций. Насколько обоснованы претензии горожан, выяснял наш корреспондент Артур Мхце. О том, что чья-то халатность может стать причиной увечий, жительница Черкеска Галина Якубовна теперь знает на собственном опыте. Из-за плохой, как считает женщиной работы специалистов обслуживающей организации, она сломала левую руку. Говорит, еще повезло, что упала не перед спуском в подвал. Последствия были бы куда хуже. Можно ли жить в доме по улице Крайней, 33А, где подвал хуже катакомб, а стены, лестница, перила не видели ремонта три десятка лет? Ответ вроде очевиден, но эти люди продолжают здесь обитать. Уже с 90-го года мы сколько ходим, ругаемся, просим, умоляем, пишем, и никаких изменений нет. У нас подвал течет постоянно, вот отсюда вода течет уже до того дошло, что постоянно каждую неделю, до Нового года, каждую неделю вызывали. То горячая вода течет внизу в подвал, то холодная вода течет. Там весной уже в подвал заходить невозможно. Переехать в лучшие условия у людей нет никакой возможности, а поддерживать в нормальном состоянии свою многоквартирную двухэтажку они самостоятельно не могут. Да и не хотят уже, так как ранее много лет платили за содержание дома управляющей компанией «Первая ЖКУ». Здание разваливалось на глазах, разве что капитальный ремонт кровли был сделан. Видимо, он оказался нужнее всего. Но даже к нему обслуживающая организация не имеет никакого отношения. Жители Черкесской решили отказаться от нерадивого, по их мнению, управленца. Но на проведенном городском аукционе дом подобрали, другого слова не подберешь, те же коммунальщики. Мы им дали по распоряжению, потому что они сами не выбрали. Сейчас у них заканчивается срок, через месяц мы будем выставлять их на аукцион. Но я думаю, на аукцион никто не будет объявляться, потому что многие говорят, что здесь не оплачивают. Им надо самим договариваться с управляющей организацией, выбирать управляющую организацию, оплачивать и после этого получать ремонт текущей. А эта построенная в 90-х годах прошлого века 10-этажка по улице Октябрьской, 32, имеет шанс тоже стать аварийной, если обслуживающая её организация не решит подвальную проблему. Хлюпающая под ногами пахучая жидкость собирается здесь постоянно. Того и гляди, подмоет фундамент. Тогда уже будет поздно принимать экстренные меры. Дня два назад канализацию вырвало и текла канализация несколько дней. Не могли найти то ключи, то ЖКХ, аварийка никак не могла приехать. Менять нужно всё. Все трубы бывают. Вот где-то в этом углу течёт горячая вода частенько. Ремонта подъездов люди тоже не видели десятилетиями. Разве что в первом часть работ выполнена. Видимо, чтобы жильцы остальных завидовали. За что платят, горожане не понимают. Другое дело, что и не платить они по закону не имеют права. Как не имеет право управляющая компания не выполнять свои обязательства. Даже несмотря на недоимки по платежам. Мы сейчас на последнем этаже. В чём здесь проблема? Вы знаете, когда тает снег или идут сильные дожди, по этой стене прям ручьём течёт. Вот сейчас немножко подсохло, потому что давно дождей не было. Здесь висят провода. По технике безопасности так не должно быть. Мы боимся, что будут замыкания. Есть общие положения. Этот дом идёт по общим положениям. Скорее всего, когда люди создают своё ТСЖ, заключают новые какие-то договорные отношения с управляющей компанией, где можно что-то прописывать, что-то не прописывать. Соответственно, там будет по стоимости разница. То в данном случае управляющая компания должна производить ремонт подъезда в 3-5 лет. За время, когда я была старшая по дому, они там две трубочки поменяли в подвале. И в первом подъезде сделали не капитальный, а косметический ремонт. Всё. А остальные подъезды? Нет. Нет. В этот самый канализация течёт, к примеру. Вызываем. Пришли, поковыряли немножко, уехали. Уехали. В тот же день или на следующий день опять. Постоянное участие, а неформальное присутствие коммунальных служб в жизни людей крайне необходимо. Это ещё раз доказал осмотр ряда зданий представителями мэрии Черкесской и Народного фронта в республике. В противном случае фонд аварийного жилья, не исключено, может увеличиться в разы. Артур Мухце, Роберт Джигутанов, Вести Карачаево-Черкесия. Вышла в свет новая книга известного писателя, кандидата филологических наук, члена Союза писателей России Аминат Магаяевой-Гапоевой. В сборник под названием «Глядя в мир, как в бегущую воду» вошли как стихи Аминаты Смейловны, так и проза. 30 экземпляров своей новой книги автор подарила книжному фонду Государственной национальной библиотеки имени Халимат Байрамуковой. И в эти минуты в нашей студии Амината Смейловна расскажет моей соведущей Белле Джозаевой об идее и содержании книги, о своем писательском стиле и о том, какую книгу она уже подготовила для своих читателей. Доброе утро всем! Доброе утро, Амината Смейловна! Я действительно очень рада видеть вас у нас в гостях, потому что вы очень редкий гость. И сейчас у нас такой прекрасный повод. Увидела свет ваша четвертая книга. И она имеет такое красивое название. Вот когда я ее увидела, первым делом я обратила внимание на название этой книги. Она называется «Глядя в мир, как в бегущую воду». Но здесь я бы хотела в первую очередь обратить внимание на то, что 30 экземпляров этой книги вы подарили нашей библиотеке, Государственной национальной библиотеке имени Халимат Байрамуковой. Как эта идея возникла у вас? Ну, эта идея не сейчас возникла. Первую книгу в свое время тоже подарила 25 штук этой библиотеке. Вторую книгу тоже дарила. Ну вот третья книга вышла в свет. Я посчитала, это книга памяти. И эти материалы, которые в этой книге, я считаю, они социо-наследием должны остаться нашему поколению. Поэтому с удовольствием подарила нашей библиотеке свою книгу. Если говорить непосредственно о содержании этой книги, тут не только ваши стихи. Тут есть высказывания великих путешественников, а также здесь есть очерк. Почему такое смешение стилей? Во-первых, главная цель моя была в этой книге довести до всех, кто читатель мой, не читатель, кто возьмет книгу в руку, значит, и откроет. Сколько высказываний о карачаевцах было на тот момент, когда я это где-то в 2000 году, наверное, начала собирать это все. И мне самой стало интересно. И здесь я нашла, выписала 100 с лишним высказываний именно о карачаевцах. И поэтому это стало поводом для этой моей книги, чтобы действительно это говорится о наших традициях, о наших издалека идущих, которые сейчас не должны растеряться. Вот эти наследие ценности наши, которые пользовались, которыми пользовались наши предки. Это мы даже не знаем, из каких колен они переходят к нам. Потому что там, вот в этих высказываниях, как раз-таки подчеркивается. Один подчеркивает красоту, другой подчеркивает ум, третий подчеркивает силу, четвертый подчеркивает честность, карачаевцов и так далее, короче. И поэтому я заинтересовалась, чтобы это знали и другие, особенно подрастающие поколения. Вот с этого началось. А потом, это стихи, я на русском-то так не пишу, можно сказать. Пишу на родном языке, но эти стихи я просто перевела свои стихи на русский язык. Но это колоссальный труд тоже, переводы, конечно. Ну, я не скажу, что в творчестве что-то есть легкое. Если задуматься, а бы так, а бы не хочется, каждая строчка должна доходить до читателя, чтобы читатель оценил, да, эта строчка какой-то смысл имеет. Ну, этого придерживаюсь я, я думаю, другие тоже придерживаются этого. Вот. А потом, вот эта книга у меня, это начало моего родословного было здесь. Тоже стихи на родном языке. Здесь родословное только, это мужчины по роду, которые шли. У меня, значит, родословное, много колен нет. И здесь, ну, в Карачае, можно сказать, новая фамилия. Я, корни мои из Дагестана. И с того момента, как мой вот восьмой, девятый прадед приехал, я с того времени собрала вот этот материал. Это тоже началось с того, что у нас был академик Лайпанов Казитанаевич. Он был в свое время в Дагестане, во Владикавказе, в Грузии, в архивах работал. И он первый оттуда мне привез Тамгу нашу. И говорит, вот Тамга Магаяевых, и следуй дальше, короче. И вот с его вот этого предложения я начала исследовать свою фамилию. И вот эти родословные пошли оттуда. Сначала мужчины были, а сейчас, до 2010 года, все и большие, и малые, и снохи, короче, кто касается моей фамилии, все они отражены в этой книге. Вот так началась эта книга. Вот так она соединилась, короче, все вместе. Вот вы сказали о том, что читатель должен оценить каждую строчку. А как сделать так, чтобы найти отклик в душе этого самого читателя? Ну, я так считаю, у каждого писателя свой читатель. Если я так скажу, не ошибусь, потому что даже начиная с того, что как мы учимся в школе, я, например, это очень ценила, ну, всех классиков ценила, но очень любила читать Лермонтова. Вот. Точно так же, если твой читатель есть, он будет это самое. Читателя я оцениваю по тем причинам, как мои книги расходятся. У меня на сегодня, вот кроме этой новой книги, и несколько экземпляров остались переиздать, из четырех книг у меня дома книг нет. Вот. Часть продалась, часть в библиотеке, часть подарила. Но сказать, что у меня вот стопками лежат мои книги, у меня нет ни одной книги. Это самое главное для пишущего человека. И я с этого делаю вывод, что мои книги читают, раз покупают, раз берут, мои книги, значит, расходятся. Кому-то нравится. А этому поэту, писателю самый большой приз от читателя. Не каждый поэт пишет прозу, не каждый писатель пишет поэзию. У вас есть и то, и другое. А вы себя в большей степени кем считаете? Вы знаете, как-то я не задумывалась над этим. Вот мне часто говорят, первая, вторая моя книжка, это детская книжка. Я просто не взяла сегодня это. Когда я работала в школе, я не нашла материал для детей и написала вот эту детскую книжку. Четыре времени года, короче. И она очень востребованной стала. И меня это порадовало. А потом еще одну брошюру для детей, там, загадки. Малые эти такие, скороговорки и так далее тоже собрала. Это когда я видела в школе, работая, что не хватает дополнительного материала, я издала вот это. А это уже сугубо память о моих этих, как выразиться? Предках. Предках, да. О моих предках. И это пусть будет примером для тех, которые за мной идут. Без прошлого, настоящего нет. Пусть они знают прошлое. И вот с этого я начала. И тоже советую, чтобы все знали свои корни. О чем будет следующая книга? Я не поверю, что вы уже не работаете над следующей книгой. Следующая книга, ну, есть в просвете следующая книга. Ну, стихи на родном языке. Я хочу описать все те обычаи наши, которые я расспрашивала у своих этих столетних, 90-летних бабушек и дедушек. Ну, часть вот из этого у меня полевой материал собран. Я хочу вот это тоже как бы в подарок. Ну, я думаю, что это будет что-то философское, да? Ну, обязательно философия присутствует, потому что вся жизнь – это философия. Абсолютно, да. Вся жизнь – это философия. Философия будет присутствовать. Даже в стихах без философии – это стихи, не стихи. Ну что ж, я благодарю вас за участие в нашей программе. И поздравляю вас с выходом вашей книги. И желаю вам творческого долголетия. Спасибо, что были гости нашей программы. С добрым утром. Спасибо вам большое, что пригласили. Всем, всем, всем желаю успехов, удач и везения. Спасибо. В рамках перекрестных дней культуры, приуроченных столетию со дня образования Карачева-Черкесии, в республиканской столице состоялся концерт Государственного симфонического оркестра Адыгеи, которая также отмечает в этом году свой вековой юбилей. Музыканты исполнили произведения известных композиторов из обеих республик. На концерте побывала Шерифат Лепшокова. Нардская рапсодия. В зале Дворца культуры Черкеска впервые звучала музыка первого профессионального композитора Адыгеи, народного артиста России, лауреата премии имени Шостаковича Аслана Нехая. Его имя в родной республике известно каждому. Любят музыку композитора и в Карачаевой Черкесии. Большинство сочинений Аслана Нехая заложили фундамент развития жанров национальной музыки и вошли в сокровищницу духовных ценностей адыгского народа. Поэтому не случайно в своем выступлении Государственный симфонический оркестр из Адыгеи начал с исполнения великолепной музыки мастера. Когда дирижеру Каплану Сташу предложили выбрать для своей программы композитора из Адыгеи, он без раздумий сделал свой выбор. Я играю композитора из Адыгеи Аслана Нехая. А почему ваша команда не была? Знаете, вообще, в принципе, моя деятельность очень тесно с ним связана, потому что в 2018 году я сыграл премьеру его оперы «Раскат далекого грома», а в 2019 году мы ездили с турне по России и приезжали в том числе в Черкесске и играли эту оперу. Так что, в принципе, мы с ним так тесно связаны. На концерте услышали зрители и арию из оперы «Раскаты грома», написанную по мотивам книги Схакамашбаша «Бзьюкская битва», в которой рассказывается о борьбе восставших крестьян-шапсугов против бжедухских дворян, желавших установить над ними крепостное право. С одной стороны, в сюжетной линии прослеживается трагедия народа, когда братья по крови противостоят друг другу, с другой – представлена красивая история любви. Арию из оперы исполнил артист Государственной филармонии Адыгеи Руслан Зыбов, подаривший зрителям в этот вечер немало трепетных минут. В исполнении симфонического оркестра прозвучала и музыка композитора из Карачаева-Черкесии Аслана Готова. Сын знаменитого певца Хусина Готова получил широкую известность как основатель и художественный руководитель популярной группы «Оштен», неоднократно становившийся лауреатом эстрадно-джазовых фестивалей и конкурсов. В зале прозвучали его фантазии на тему песен Умара Хабесимова. Песни, прозвучавшие на концерте, уже считаются практически народными. А все благодаря таланту композитора-песенника, народного артиста РСФСР Умара Хабесимова. Он написал около 600 песен, которые исполняются не только на Кавказе, но и в Турции, Сирии, Иордании, Израиле. Его песни задушевны и мелодичны. Большинство из них о родной земле, о любимых сердцу людях. Курорт Архыс переходит на весенние тарифы. Курорт под управлением Минэкономразвития России на 25%. Снижает стоимость однодневных и многодневных скипасов. Новые весенние тарифы делают его одним из самых доступных горнолыжных курортов юга России. При этом качество катания остается на высоком уровне. Завтра в это же время жду вас у телеэкранов. Ну а в 14.30 смотрите информационный выпуск «Вестей» Шерифат Лепшоковой. Хорошего продолжения дня. До встречи.